Два автомобиля одновременно выехали навстречу друг другу. Через 7 часов между ними расстояние равнялось 136 километрам. Найдите расстояние между этими пунктами. Если все расстояние один может проехать за 10 часов, а другой за 12. То есть картинка очень простая. Есть два пункта. Поехал один автомобиль, из другого пункта поехал другой автомобиль. И через 7 часов расстояние равнялось 136 километрам. При этом, смотрите, один автомобиль движется со скоростью х разделить на 10, а другой со скоростью х разделить на 12. Потому что задача сказана. Все расстояние один мог преодолеть за 10 часов, а другой за 12. Собственно, это давайте считать. Когда мы х разделить на 10 умножим на 7, то получаем это расстояние. Когда мы х разделить на 12 умножим на 7, то получаем это расстояние. Если еще прибавить 136, то получим все расстояние. Отлично. Давайте теперь здесь приведем к общему знаменателю. Ну, число 10 и число 12 являются делителями числа 60. Поэтому разумно сделать так. Перевести все в 60. Здесь у нас будет 6, а здесь будет 5. 60, да? При этом, когда мы на 7 умножим, то здесь будет 42,6, а здесь на 7 умножим. Будет 35,6. Давайте сразу так и пишем. Здесь вот 43,6, а здесь 35,6. Так, и вот у нас получилась какая-то очень нехорошая история. Потому что 42 плюс 35 – это 77. Совершенно ужасно получилось, что за эти 7 часов они проедут вместе больше, чем все это расстояние. Что же тогда означает, что между ними расстояние было 136 километров? А вот что? На самом деле, один проехал дальше, чем их точка встречи. Вот они где-то тут встретились, но это 136 километров – это вот такое расстояние. Они прошли больше, чем х. И, соответственно, чтобы получить х, надо взять вот это расстояние, это расстояние и вычислить 136. Я не вернусь из этого уравнения, здесь минус. А после того, как мы здесь пишем минус, уже все легко. Потому что здесь у нас получается 60,6х. Умножаем обе части на 60, помним, что 42 плюс 35 – это 77. И получается у нас такое уравнение. 77х минус 136 умножить на 60 равняется 60х. Ну, 77 минус 60, как и перенести, это будет 17. Значит, 17х – это 136 умножить на 60. Интересно, 136 на 17 разделится или нет? Разделится. Частное равно по 7. Значит, х – это 8 умножить на 60. То есть, 480. Ну, вот и получается. Они вначале были на расстоянии 480 км. Один из них двигался со скоростью 48 км в час. Нормальная скорость для машины. Другой двигался со скоростью 40 км в час. У меня длины застрелы условно. Важно же не двигаться. Вот, за 7 часов, что произошло? Вот этот вот проехал 280 км. А этот проехал 336. Вот, и действительно, в сумме они проехали на 136 км больше, чем весь путь длиной 480. Вот, и вот, и вот, и вот, и вот.